добро пожаловать спасибо привет семья меня зовут лена алкоголик вам привет солнечно гавайев у нас уже 7 часов утра солнце встает даже встало наверное уже всем приятного вечера и хорошей недели рабочей хотя кто работает или обстоятельствам спасибо мне на самом деле нравится вот такая тема я даже не помню приходилось ли мне когда-то так подробно 55 минут спикерской говорить на эту тему на тему спонсорства я немножко быстро расскажу как я пришла анонимные алкоголики да и наверное с точки зрения того что я искала в спонсорстве какой спонсор что у меня было и какие у меня были ограничения для принятия спонсорства да потому что мне нужно важно очень об этом помнить помнить да я я трезвую же 20 года и и иногда мне тяжело да вот мне тяжело на эмоциональном уровне как бы погрузиться и прочувствовать то что чувствуют новые люди да то есть иногда мне кажется их поведение неадекватно поэтому мне нужно хорошо быть приближенной к памяти моей собственной неадекватности и моей собственной ну вот того где я находилась до в то время когда я искала спонсорскую помощь нет очень помогает и на самом деле вот кстати по поводу спонсорства у нас очень хорошая глава седьмая в книге анонимные алкоголики да там где изложен наша программа на первых 124 164 страницах и вот это вот глава седьмая наверное самая подробная самая детальная по сравнению со всеми другими да то есть по сравнению там шестым и седьмым шагом вот тебе два параграфа да здесь тебе одна часть двенадцатого шага и целая глава и это очень на самом деле важно это отражает вот опыт ранних анонимных алкоголиков и на самом деле вся большая книга там вот опыт анонимных алкоголиков то как они даже описывают опыты других людей для для первого шага да они везде присутствуют да мы всегда присутствовали рядом с алкоголиком который получал какой-то опыт то есть вот это вот я сразу давно заметила и мне это очень важно именно как мы с другими потому что скорее всего другой алкоголик получит помощь более эффективно от нас чем от человека у которого нет опыта алкоголизма личного опыта алкоголизма да я родилась в питере я родилась в семье где доминировал алкоголь то есть они все были алкоголиками на алкоголь совершенно все определяла насколько я помню в то время вообще это самый большой такой оттяг культурный да то есть но во всяком случае та среда в которой я жила там пили все да кто-то кто-то пил кто-то контролировал да то есть был либо алкоголик либо был муж алкоголик да вот такой в семье такая ноша такая муж алкоголик вот мой биологический отец был хронический алкоголик то есть я не люблю ставить диагноз другим людям но у него действительно была такой очень яркой обостренной форме вот эта болезнь развита и вообще по его линии его сестра тоже умерла привязанная к кровати безумстве алкоголическом и мой отец покончил собака там был 36 лет что в принципе я пришла на нем на алкоголики вот меня бог остановил тоже вот я тоже дошла до вот этой вот точки безвозвратной да например на том же возрасте я плохо помню своего отца моя мама вышла замуж это тоже был алкоголик другого типа немножко да но тоже и вот как бы ну вот вся такая все мое детство прошло под знаком алкоголизма алкоголя алкоголя я начала пить в 13 лет попробовала мне понравилось потому что она как бы она успокоила это внутреннее состояние которое тревожности неприятие жизни и прям вот прям вот прям пошло а вот что по состоянию мне очень это пошло вот прям дало мне вот то вот то измененное сознание та которая сделала жизнь возможной и проживаемый и я для себя пометила что это буду делать много часто вот и а когда мне было 15 лет я это вспомнила мне там уже то есть тоже об этом недавно спорта я недавно об этом вспомнила как что-то ненормально то есть у меня мама работала на складе приносила домой спирт и я помню что вот уже там 15 16 мне там уже наливали как как мужикам за столом да по моему требованию то есть это это у нас было нормально да и у меня вот сразу алкоголизм был вот прям проявился с первый раз когда я пила появился появился феномен тяги то есть я начала пить первая рюмка взяла вторую вторая третью и наутро меня нашли с сильнейшим отравлением и мы все хорошо посмеялись на меня посвятили в эту тему тоже вот и а и вот с тех с тех пор алкоголь был абсолютно вот это вот фокусом моего внимания то есть вот тогда про это тогда я вступила в отношения которые были на раз самые прочные самые крепкие самые дисфункциональные как потом оказалось да но вот это это было самое важное в моей жизни мне намного меньше были важны все другие вещи которые мне казалось я хотела от эти отношения с людьми и там образование там работа там еще что-то да все это как-то приходило уходило ты часто уходила с очень неприятными последствиями вот а с алкоголем как бы оставалась и вот вот этот вот феномен тяги у меня проявлялся очень жестко и прям сразу публично да то есть я вот реально не могла контролировать и начинала пить я всегда напивалась когда была возможность часто вырубалась а часто делала вещи которые не помнила мне на утро рассказывали а я уши затыкала и вот так продолжалось в принципе вот вот этот вот элемент тяги у меня был ярко выраженный сразу когда я пошла на алкоголики мне об этом рассказали я прям вот мне прям стало все ясно вот а потом с каким-то с каким-то временем да вот это вот с годами полагаясь на алкоголь как на лекарство для внутреннего состояния на произошло вот это вот вот это привыкание которое невозможно было было разбить то это вот то что мы называем умственная одержимость это когда какой-то момент я перешла вот эту вот черту черту контроля то есть когда я была молодая да я напивалась всегда но я могла не пить там сначала я могла пить когда я хотела пить да потом я потом я могла не пить там с понедельника до пятницы потом я могла не пить понедельника до четверга потом а потом уже я пила каждый день а то есть вот это вот умственная одержимость я нашла себя нашла себя я оказалась в таком состоянии, ну, например, в том возрасте, когда мой отец достиг своего дна, да, когда я точно знала, что я ничего не могу сделать с этим, вот, и тогда уже вот это вот у меня была полностью развилась умственная одержимость в то время, да, то есть я каждое утро просыпалась, говорила себе, что не буду пить, и пила либо сразу, если было под рукой, либо тогда, когда я могла это достать, вот, и это был на самом деле такой страшный период времени, но вот интересно то, что вот, ну, говоря в контексте спонсорства, он также характеризовался тем, что к тому времени вот это вот, наверное, такое эго алкоголика, да, выстроила такую систему защиты от того, чтобы видеть правду в моих отношениях с алкоголем, которая готова, я была готова купить совершенно все, что угодно, любой ложь, любую неправду, любое оправдание, любую отговорку, все что угодно, да, для того чтобы продолжать это делать, да, вот в этом, потому что я себе вот реально не представляла жизни, вот как вот, кто я буду без этого, вот, и вот это вот жизнь в собственной лжи, да, вот это, и более того, как бы вот у меня, если оттачивался еще какой-то мускул, кроме того, что я пила, у меня оттачивался этот мускул нечестности, вот это вот мускул притворства, исключение людей из моей жизни, потому что любой честный разговор был болезнен, да, очень, вот, и поэтому, когда я пришла на нем на алкоголики, я выглядела примерно так, да, у меня была челка вот так вот обрезанная, так, чтобы она закрывала мне глаза, у меня были постоянно эти очки с темными линзами, потому что у меня были постоянно хронически опухшие глаза, и я такая всегда была на грани истерики, и я ходила на группы там в 7 часов вечера, в 8 часов вечера, и там, чем не на Гавайях, да, в Нью-Йорке, там, где уже темно в 7 часов вечера, в любом сезоне, вот, и я ходила, я еще ходила в Бухай, то есть первые 8 месяцев я ходила примерно на группу, я, реально, у меня была бутылка либо в машине, если я была на машине, либо в сумке, если я была без машины, да, то есть я, вот этот просидеть час без алкоголя, мне было очень тяжело, я думаю, что все вокруг меня это знали, мне казалось, что нет, да, и вот я была тем человеком, который не чувствовал себя безопасности ни с кем, да, я была тем человеком, который не мог сказать правду, я была тем человеком, который настолько беспокоился о моем имидже, да, что я, мне даже в голову не приходил, то есть вот просто сказать правду, да, под страхом того, что обо мне подумают не то, что я хочу, чтобы обо мне подумали, да, вот он реально, вот просто у меня физически не поворачивался язык, да, и, ну, я не говорю уже о всех вот этих вот наслоениях лжи, которые рассказывала себе самой, да, я вот это, в принципе, я это не видела, и когда пришла, у меня было сознание вот прямо совершенно черно-белое, и все равно очень сильно скошенное в пользу невидения большинства, большинства вещей, которые нужно алкоголику видеть, да, по крайней мере, к себе, вот, и мне, конечно, вот, я понимаю, что, и вот на самом деле я часто встречаюсь, ну, новички подходят и так далее, да, я вот просто сравниваю вот это вот, вот это мое состояние, вот мою невосприимчивость, с одной стороны, произошел какой-то духовный опыт, да, вот Бог где-то пробил мое сопротивление моей воли, где-то что-то вошло в мою жизнь, и я где-то стала открытой к чему-то, ну, пришла на группу, скажем, да, хотя первый раз я пришла на группу для того, чтобы сопроводить человека, который мне казалось действительно реальная была проблема, вот, но Бог меня там оставил, да, то есть я услышала что-то, что, ну, абсолютно точно, да, вот, я начала отождествляться, а и все равно была очень в стороне, все равно была на расстоянии вытянутой руки, все равно я не была частью, все равно я сидела и осуждала других людей, как можно так честно, так открыто о чем-то, о себе говорить, да, это же разрушает твой имидж, вот, и вот я была таким человеком, я сначала попала в сообщество, в котором не было выздоровления, так сказать, да, то есть это, это я говорю неосудительно, это я говорю просто, ну, вот по факту, да, вот по факту я начала выздоравливать, я жила в городе, в котором было, можно было пойти на 2-3 группы в день, то есть там около 30 групп было в неделю, и только одна из них была группа, в которой читали большую книгу, и то ее читали сначала до конца, со всеми историями, да, то есть в большинстве случаев ты приходишь на группу, и 2-3 ты вообще не слышишь ни слова того, что я на сегодняшний день считаю программой, вот, и по спонсорству, вот, то есть ко мне подошла, или я подошла, то есть мы как-то связались, не глядя друг в друга в глаза, потому что я не имела такой способности, да, в то время, просто смотреть человеку в глаза, вот, и она стала моим спонсором, и это тоже, кстати, интересно, вот я сейчас вспомнила, как мы, я встретилась с моим первым спонсором, я пришла на группу, у меня в то время была привычка, я приходила, я приходила позже, уходила раньше, да, чтобы мне, как бы, не дай бог, ни с кем не столкнуться, и в разговор, чтобы меня не затянули, да, потому что я не вполне была способна поддерживать разговор, я не способна, я не готова была к ответам, я потеряла, на самом деле, вот эти вот ресурсы выстраивания того, как быть, да, вот у меня алкоголизм это забрал совсем, то есть я была совершенно, у меня не было никакого контроля над собой, да, я очень боялась вот этой вот встречи с людьми, и однажды я сделала ошибку, я просчиталась по времени, пришла рано, да, я просто, я захожу в группу, мне кажется, что сейчас я приду сюда на стол, а я прихожу, и там свободная комната, и там где-то там пару людей в углах, да, и я, как бы, в поиске защиты, я там увидела столик с литературой, сразу подошла к столику с литературой, начала просматривать литературу, как будто я тут, у меня большое серьезное дело, да, как будто я тут, вот, и ко мне подошла женщина, да, и вот мы обе стоим около столика с литературой, и она тоже стоит рядом со мной, да, и мы, глядя на литературу, начинаем разговор, да, как два шпиона, да, или есть такая, у детей такая есть форма игры, там параллельная игра, да, когда они еще не способны играть друг с другом, они играют там рядом, рядом, да, и вот это вот тот был тот контакт, на который я была способна, да, вот этот, когда стоит со мной рядом человек, тоже там не смотрит на меня, да, то есть не требует вот этого моей открытости и начинает задать мне вопросы, да, там, вот, от себя трясет или нет, да, потому что она руки мои видит, да, и так далее, вот, вот, и у меня прям вот эти вот вопросы, они меня абсолютно просто вот обезоружили, да, то есть, с одной стороны, я поняла, что играть в игру бесполезно, что все видно, да, то есть оно все, мое состояние доступно всем, вот, и вот это начало как-то меня понемножку открывать, и у нее было три с половиной года, у этой женщины, и она была женщина без шагов, да, то есть она была, она держалась на мужестве, я не знаю, то есть это не мое, это не моя роль, да, как-то кого-то обозначить, она, наверное, вот, было много людей, которые держались трезвыми на сообществе со мной, потому что групп было много, в группе было много поддержки, ходили, там, в дайнеры, это такие, такие дешевые рестораны, да, там, или в кофейне, после группы, там, практически каждый раз, и сидели, и говорили, и было очень много, система звонков, да, была очень, как бы, сильно развита, но при этом не было инструментов выздоровления, вот, я помню, первый раз я спросила ее, говорю, Эми, а что шаги, вот, вот у нас вот на группе висят шаги, да, вот, шаги, там, ну, традиции совсем, были неинтересны, и было понятно, что еще было рано, вот, а что шаги, вот эти, она говорит, да, шаги, да, это наши шаги, да, я их повторяю в ванной, там, в душе каждое утро, с первой по двенадцатой, да, то есть не было опыта работы, да, по шагам, вот, и при этом был у нас в сообществе такой человек, Терри, который ходил с такой большой толстой книжкой, да, под рукой, и мне всегда говорили, что, там, не садись близко к Терри, там, на него смотрели косо, вот, реально, вот, наверное, тяжело себе представить, это, да, ну, вот, вот, там, в девяносто девятом, да, в двухтысячном году, реально, в том штате, в котором я была, этот штат, вот, там, вот, я жила в Нью-Джерси, работала в Нью-Йорке, да, то есть, вот, Нью-Йорк был очень похожий, да, то есть, большая книга была не просто, ей особенно не пользовались, а просто была стигма, стигма существовала для людей, которые ей пользовались, и вот этот Терри, он ходил с этой книгой, и мне все говорили, держись, держись в стороне, и при этом я, как бы, то есть, меня-то интриговало очень, да, что такое есть Терри, почему нужно держаться в стороне, и я его слушала внимательно, да, и я помню, что он говорил о своем внутреннем состоянии, он указывал на книгу, он открывал книгу, он был очень мягкий, на самом деле, человек, да, он говорил какие-то вещи, которые, вот, я даже не могу вспомнить, о чем он говорил, но я помню, что они меня очень глубоко трогали, да, я чувствовала, что на каком-то уровне, что он говорит из какого-то другого места, чем все другие, да, что вот в том, как он говорит о своем опыте, да, как он обращается, передает этот опыт, да, вот он исходит из какого-то другого сознания, чем то, которое было, которое я знала, которое мне было доступно, и, но при этом у меня не хватало мужества к нему подойти и спросить, там, Терри, ты о чем, мне это интересно, да, то есть у меня вообще просто не было, в то время у меня не было, у меня не было вообще даже такой концепции того, что я заслуживаю, что, да, вот, ну, вот, что мой внутренний голос, мои внутренние желания, мои внутренние ценности, они, они что-то значат, да, вот, просто не было такой концепции, то есть большинство сказало, мне с большинством всегда безопаснее, да, вот я с большинством Терри плохой, вот это просто такое полное, такое воспоминание, да, по поводу того, что, на самом деле, шаги где-то, они были в какой-то, в какой-то доступности, просто у меня не было мужества, да, подойти и сказать, что я хочу вот этого опыта, меня этот опыт трогает, он не важен, он не ценен, и я готова, там, отвернуться, да, я готова потерять популярность, да, того, что я нахожусь с большинством, да, и я хочу получить вот этот опыт, не было мужества, вот, и при этом я все заболевала, да, вот эти первые два года, они у меня вот реально прошли в сухости, я заболевала все больше и больше, я уже заболевала не от алкоголя, я заболевала от самой себя, то есть я пыталась какие-то вещи добавить в мое выздоровление, я делала много служения, когда у меня исполнился год трезвости, мне сказали, ты можешь спонсировать, да, вот была такая идея, что если у меня есть какое-то выздоровление, которое, ну, какой-то конкретный срок обстиненции, да, то есть это мне уже дает какие-то такие привилегии или права, так сказать, вот, и там кто-то попросился, да, и я там кому-то помогала, а при этом, ну, вот я точно помню, что у меня инструментов никаких не было даже для себя, да, и поэтому как бы наши инструменты в основном были, мы будем говорить по телефону, ты будешь отчитывать за свои трезвые дни, вот, при том, что я по поводу своих собственных трезвых дней, я первые 90 дней врала по поводу моих трезвых дней, у меня, я там начала считать, и мне так не хотелось огорчать спонсора, что я сорвалась, что я продолжала считать по первому счету, поэтому у меня был специальный журнал, в котором я записывала, там, у меня был настоящий счет, а был тот счет, который я заявляла, вот, то есть вот это вот, вот я была такая, да, вот у меня вот, у меня вот так оно было устроено, и вот я реально, я помню эти моменты, когда я там стою перед большой группой, и мне нужно заявлять мои дни, и мне хочется, да, вот какой-то, на каком-то уровне, то есть я понимаю не то, что мне хочется, но не хочется, но я на каком-то уровне понимаю, что я что-то делаю не то, да, что у меня настоящие дни столько трезвых, а я говорю столько, вот, и при этом у меня мое сознание меня убеждает в том, что, как бы, нет, нет, это все правильно, там, вот, продержись вот здесь, там, или еще что-то, да, вот, на самом деле, такой очень хороший, хороший пример, да, вот того, насколько, вот, есть такое высказывание, да, вот здесь в Америке, то есть чтобы я была готова сохранить лицо, но по поводу задницы я не беспокоилась, да, то есть мне боль настолько важнее было сохранить лицо, чем прикрыть эту самую задницу, вот, и на самом деле вот эти вещи, они у меня сейчас вызывают, вот, я понимаю, что они могут вызывать в ком-то там раздражение, да, вот, они у меня вызывают такое глубокое сострадание, да, вот, вот именно вот к этому незащищенному, больному, да, вот этому стремящемуся к свету, но даже не способному принять вот эту помощь, да, сознанию, и вот это мне, мне нужна эта память, да, то есть когда я работаю с новичками, потому что мы такие, да, мы неплохие, мы просто не можем, да, мы хотим, мы тянемся, мы хотим открыться, мы хотим другой жизни, мы не хотим причинять столько боли себе и другим людям, да, но себе встану сначала, потом уже другие люди, они уже позднее вступают уже в ту самую, в картину мира, вот, и, да, да, и в какой-то момент вот это вот, вот, вот весь этот способ жизни, да, основанный на лжи, при этом как бы для меня уже, мне казалось, к тому моменту, там, вот, когда я там, у меня уже девочки там принесли мне шарики, там, 90 дней, у меня к тому времени реально уже было 90 дней, тогда я призналась, что у меня было там не там 97 дней, а у меня вот в тот день как раз было 90 дней, и там, и так далее, вот, и вот, как бы, да, я все равно вот эти, там, было 90, потом было больше, да, вот я начала то, что называется быть спонсором, и так как у меня инструментов не было, да, то есть инструменты были там, отчитываясь за свои трезвые дни, и вот я стиль этот, иногда шутка, этот стиль спонсорства называю, как бы, там, управление драмами нашими, да, то есть у меня много драмы, я там, в первой колонке я знаю, на кого я обижена, я во второй колонке я знаю, почему я обижена, и мы вот это вот циркулируем, вот это вот, кому и почему, углубляемся больше в состояние жертвы вместе, говорим, какие они нехорошие вместе, да, то есть, и говорим, что, ну что, им там, я не знаю, Бог поможет, это, кстати, почти, что уже продвижение с третьей до четвертой колонки, но не то, как это было нами сказано, да, оно было, это не выход, да, вот из этого состояния, вот, и, ну вот, другими словами, просто, чтобы не занимать этому больше времени, да, вот я в таком состоянии, да, вот такой самопомощи, да, и причем туда же я добавлю там часть моего пути, потому что это часть моего пути, у меня там есть терапевт, у меня есть в это время психиатр, там я сначала вообще сама себе прописала лекарство, потому что человек, с которым я все время жила, принимал это лекарство, вот, потом мне его прописали, потом я с него сошла, потом на него опять встала, да, то есть, вот у меня вот это вот, я лечу свой духовный недуг, который усугубляется всеми способами человеческими, да, которыми я могу, вот, и, ну, и вот, к счастью, у меня это не получается, да, и к счастью, на самом деле, я действительно благодарна, я прямо, вот, у меня такая глубокая благодарность к этому процессу, вот, процессу выздоровления и к алкоголизму моему собственному, потому что, вот, жить так, как я жила, это был ад внутренний, то есть, когда ты это еще не знаешь, да, когда нету вот этого какого-то немножко прозрения или даже подозрения, да, того, что что-то не то происходит, да, то есть, как-то оно просто идет автоматически, но когда вот немножко появляется какое-то осознание и Бог внутри, то есть, это все становится намного тяжелее, да, вот это вот нести груз вот этого, вот этого страха постоянного, постоянных обид, вот этой жертвенности и абсолютной неспособности никуда из этого выйти, а наоборот, вот это все углубление, все больше и больше углубления, вот это состояние жертвы, вот, и к счастью, меня вот там, например, на двух годах трезвости пробило полностью, да, то есть, когда я втирала способность там выйти из постели, там, выполнять какие-то такие обязательства жизненные простые, вот, и я тогда взмолилась, да, у меня такая вышла серия, такая настоящая молитва, настоящая молитва для меня это там о молитвах, которые я не резервирую, того, как на нее будет отвечено, да, то есть, вот, я вот реально не знаю, вот, я реально не знаю, что делать, я не знаю, куда двигаться, я не знаю, как жить, и я не могу видеть алкоголь, да, об этом, вот, и вот ответом на эту молитву мне пришло приглашение на изучение большой книги, которая проходила в соседнем городе, и вот там, вот эта группа, которая, это была первая группа в нашем штате, в котором сейчас два шага назад, да, то есть, был у нас такой лидер нашей группы, Говард, который поехал во Флориду, где жили Джо и Чарли, я не знаю, вы знаете Джо и Чарли, но я думаю, что те, которые серьезно изучают большую книгу, наверное, должны знать Джо и Чарли, я знаю, что Саша, который вот здесь присутствует, он точно знает Джо и Чарли, у нас, это были ребята, которые там действительно устроили ренессанс большой книги, да, вот то, что я вам описывала, вот это вот, когда большая книга была вымещена из сообщества во многих штатах, как основной инструмент выздоровления, да, вот, и они начали ее возвращать, это два парня, а потом, на самом деле, было больше, чем два, потому что там Чарли остался, а Джо менялись, и вот они ездили по стране с семинарами, где они читали большую книгу, они интерпретировали, они давали задания, которые, мне кажется, наверное, ну, стали основой для всех вот этих вот руководств, да, каких-то, до какой-то степени, и они вот, ну, реально, ренессанс большой книги, это Джо и Чарли, и вот этот Говард, который жил в Нью-Джерси, в том штате, в котором я была, поехал во Флориду, прожил там какое-то время, попросил о спонсорстве Чарли, Чарли провел его по шагам, он вернулся в Нью-Джерси и открыл книгу, которая называлась Interaction, как сказать Interaction, за работу, вот, и к тому времени, когда я вот ко мне, вот эта моя молитва была отвечена в приглашении на изучение большой книги, да, это вот эта группа делала вот такие семинары, они либо в нашей самой группе домашней, на их месте, либо в каких-то местах, где их приглашали, там два спикера, или там три спикера, или четыре спикера приезжали, и на протяжении, там, да, шести недель делали, и это было важно, как бы для них тоже, они это называли не семинары, а скорее рабочие группы, рабочие группы, рабочие группы, это имеется в виду, что люди просто не представляют материала в шагах, они дают возможность тем, кто присутствует, получить опыт этого оздоровления, то есть там есть задачи, чтение большой книги, интерпретация, объяснение, опыт, а также какие-то задания, да, недели к неделе, которые позволяли на протяжении всего этого периода сделать, ну, вот, основные шаги, и я пришла вот на вот один из таких семинаров, на одну из таких рабочих групп, да, в соседнем, в соседнем городе, на самом деле, нас было несколько человек, которые пришли, и несмотря на то, что вот все во мне тянулось к свету, да, все равно у меня держала тьма, да, я как бы сразу, то есть я не включилась в этот процесс, сразу не стала делать, мне вообще нужно все проверить, прощупать, вот, и в какой-то момент, когда была одна из предпоследних или последних сессий, может быть, один из участников, вот, как раз на уровне возмещения ущерба, он делился своим опытом о том, как он, там, его подвергли там, сексуальному насилию, да, в свое время, и он рассказывал о том, как он от этого освободился, и он говорил с такой свободой, которая просто вот меня вот прям прошибла, вот меня прошибло не то, что-то с ним произошло, а то, что можно с такой нейтральностью, с таким, с такой высокой позицией, с таким осознанием, и с таким состраданием говорить о таких вещах, да, и вот это вот было то, что меня вот зацепило, то есть я уже тогда пропустила этот круг рабочих шагов, но я нашла эту группу, я приехала на эту группу, это стало моей домашней группой, и вот я, в принципе, меня взрастили вот в этой группе, и поэтому вот все, что я знаю о шагах, да, и все, что вот это вот моя, как бы, любовь к этому процессу, спонсорство, которое, в стиле спонсорства, которыми я пользуюсь, это все как бы определяется, да, вот той вот группой, в которой я, ну, столько, сколько там, где много лет была, это была моя домашняя группа, я была там очень активной, я пришла на эту группу, мне сразу там попросила в спонсоры женщину, которые там, не знаю, вон самые ногти красивые были, я не помню, какой у меня был критерий, то есть я брала то, что я в то время хотела, хотела я немного, да, у меня не было критерия чего-то хотеть, она оказалась там на 10 лет меня моложе, и у нее там на год меньше трезвости было, чем у меня, вот, но у нее был опыт, она светилась, да, она мне дала два с половиной часа времени, и мы сидели, и она мне читала большую книгу, и я там просматривала, как у нее рот шевелился или еще что-то, да, то есть как бы меня Бог очень медленно-медленно вводил этот процесс, да, но я получила первый опыт настолько, насколько я была готова его получить, и у меня сразу группа, вот в этом как раз была сила вот этой вот группы, да, то есть для меня не было вопроса траектории, куда это все идет, да, это все идет в то, что я буду спонсором, в то, что я буду это отдавать, вообще вся группа это отдавала, то есть мы читали 164 страницы, делились, очень была структурированная, очень жесткая такая, да, группа, то есть высказываться могли люди, у которых есть опыт, но там не то, чтобы кого-то остановили, но было такой большой фокус, если ты там просто говорил о своем мнении, к тебе потом бы подошли после группы и напомнили об этом, да, и попросили бы, предложили бы тебе лучше слушать, пока это не получился, собственно, опыт, и когда мы заканчивали вот это обсуждение 164 страниц, мы устраивали вот эти вот рабочие группы вот после вот этого цикла, да, и мы к нам приходили там вот, когда я приснилась в группе, там по 150 человек там приезжали из разных мест, алкоголики или люди из других сообществ, вот, и было очень много людей в нашей группе, которые могли быть такими, ну, представлять это, да, то есть вести, и вот меня как-то сразу вели в этот процесс, сразу дали мне там что-то читать, там, какую-то заученную шутку сначала, потом там какой-то текст или еще что-то, вот, но меня прям сразу включили вот в этот процесс и сразу сказали, что ты будешь слушать пятый шаг этого человека, там, ты будешь спонсировать этого, да, поэтому у меня вот это вот понятие такого прям спонсорства с первого по двенадцатый, да, оно у меня, то есть у меня никогда не было такого, что ты спонсируешь только человека там, вот он абсолютно новичок, ты его берешь, и ты его ведешь по шагам. То есть мое спонсорство началось с, то есть меня включали в тот момент процесса, когда я была нужна, когда кому-то нужна была помощь. И вот Бог меня как-то через мое участие в этой группе, через опыт, который я получила с моим спонсором прохождения шагов. Вот меня действительно процесс шагов затянул в себя и именно на уровне служения. И у меня вот 22 года трезвости, где-то 20 лет назад я примерно начала работать, может немножко поменьше. И вот у меня никогда не было, никогда не было ни разу за это время, чтобы я не спонсировала как минимум, не знаю, 3-5 человек, скорее 10, скорее даже больше. То есть вот это вот здесь меня Бог держал, при том, что я человек максимально недисциплинированный, вот максимально. Вот это одна вещь, которая у меня всегда присутствовала. И вот по поводу как бы меня как спонсора. То есть изначально, когда я начала работать с людьми, то есть в принципе у меня были два контекста. То есть я продолжила даже после того, как я уже не делала это вместе с труппой. То есть я была в партнерстве с человеком 10 лет вместе, когда мы делали вот эти вот рабочие шаги, ну их как бы называют семинарами, по факту это рабочие группы, которые мы делали очень много и очень часто в нашем штате. И при этом мы там начали там с шести занятий, потом мы там решили добавить медитативный этот самый воркшап, то есть там мы добавили еще одно, потом мы решили, что мы разобьем четвертые на две части, потому что для обиды, для страхов там нужно лучше больше времени, да, и там в результате у нас было там до 12 недель, да, мы там иногда даже параллельно вели в разных группах, куда нас приглашали вот эти вот семинары. Вот поэтому для меня очень, и вот как бы я сразу скажу, что нет идеального способа, да, прохождения по шагам. Изначально я садилась с людьми и читала им большую книгу, так же, как это делал мой первый спонсор, там это занимало обычно 2-2,5 часа в день, но не в день, когда мы встречались, каждый раз, когда мы встречались, да, и в какой-то момент как бы я поняла, что, ну, я не могу, у меня нет такого ресурса, да, то есть я не могу спонсировать достаточное количество людей для того, что, ну, если вот такие условия, вот. И потом у меня начали появляться какие-то люди, вот, например, есть подспонсорная, которая, я с ней познакомилась, когда мы делали один из вот этих, вот, проходили по шагам, там, по-моему, 15, 17, 18, я даже не помню. И она вот просто вот через вот такую рабочую группу, да, получила очень глубокий опыт, начала спонсировать других людей, да, то есть мы никогда с ней вообще не работали один на один, ну, один на один читать книгу, то есть я просто прослушивала ее пятый шаг. Ну, и, соответственно, мы там, ну, мы были, у нас были близкие отношения, да, и вот она как бы вот сейчас, наверное, там, самый, ну, у нее, наверное, больше опыта, чем у меня по работе с людьми, потому что она просто по работе еще, она сейчас является директором, там, трех, а, по-моему, сейчас уже даже пяти трезвых домов, да, то есть она тут знает все аспекты этой болезни с разного угла и очень интуитивно, да, и хорошо это понимает, и работает с большим количеством людей. То есть, другими словами, как бы по поводу способа, с приемами подачи, мне понравился вопрос, с какими приемами подачи вы работаете? Ну, это зависит, во-первых, на каком языке, да, то есть на английском языке, я сейчас вот встречаюсь, у меня есть две девочки здесь, англоговорящие, которые живут в Кайлуи, вот, одна такая еще не решила, насколько она хочет быть знаменимых алкоголиков, а другая уже точно решила и знает, вот, и, ну, вот мы собираемся в парке, и я читаю большую книгу, я читаю ее выборочно, я читаю ее, что если у человека, смотрите, вот, как бы я сейчас, наверное, начала видеть, что люди, которые приходят в сообщество, такие совсем вот свежак, вот, совсем вот мало времени, и тем более, если есть история срывов, да, таких регулярных, то есть, вот, когда у них появляется готовность работать по программе, я понимаю, что у них открылось какое-то окно милости, которое может закрутиться в любой момент, да, то есть это люди, которые подвержены умственной одержимости, и тот факт, что мы начали с ними процесс прохождения по шагам, не значит, что они от этой одержимости освободились, да, если почитать нашу вот эту программную часть большой книги, то есть там очень, там есть обещания, которые связаны с каждым шагом, у нас есть в нашем сообществе опыт, когда люди получают на первом шаге такого рода опыт, как Билл Булсон, да, там, у него сразу произошел первый, второй и третий фактически, спонтанно, да, в глубокой форме, есть люди, которые испытывают облегчение в третьем шаге, при молитве со спонсорами, есть люди, которые испытывают облегчение во время пятого шага до какой-то степени, ну, практически все, да, то есть вопрос степени, очень много опыта происходит в восьмом, девятом, да, потому что это те шаги, которые, с моей точки зрения, больше всего изнашивают эго, подавляют эго, да, то есть там всегда больше возможностей для духовного опыта и, соответственно, как бы больше свободы, но свобода от алкоголя нам обещается только в десятом шаге, да, десятый шаг, это уже значит, что мы закончили все, мы возместили весь ущерб, мы закончили все, все возмещение ущерба, да, то есть это на самом деле относительно большое, много работы, да, внутренне и внешне должно произойти до того, до того, как люди, нам обещается выздоровление, нам обещается, что мы перестанем, остановится внутренняя борьба, что у нас появится нейтральное отношение к алкоголю, да, которое, когда нас не будет дергать ни в сторону ненависти, ни в сторону того, что мы по нему скучаем, да, вот эта вот позиция нейтральности, вот, и поэтому, как бы, понимая вот это вот, я считаю, что те люди, которые новички, с ними лучше всего пройти через процесс шагов быстро, я думаю, что нас потом будут, я проходила через шаги, ну, я не считала, но много раз, иногда с группами, которые я вела, иногда с, ну, в разных форматах, но мне кажется, что новому человеку, особенно тому человеку, которому сложность остановиться, лучше всего провести через шаги быстро, поэтому я буду читать первые шаги, первый шаг выборочно для того, чтобы помочь людям получить опыт бессилия или даже, как бы, тоже даже не обязательно помочь, а прикоснуться к этому опыту бессилия, который у них уже есть, да, и у меня есть в свое время разработанные не мной лично, а людьми, которые из моей группы, да, в которой, из которой я выросла, есть пособия, которые связаны с каждым шагом, мне кажется, это важно задавать вопросы, важно быть в тишине с этими вопросами, да, очень важно рефлексировать, да, как бы, на каждый из шагов, да, и не только на четвертый, пятый, четвертый, не только на четвертый шаг. И тогда здесь по вопросам, как бы, я сразу скажу, с какими приемами подачи, да, то есть я знаю, что в России и в русскоговорящем, так сказать, на нем алкоголиках есть какие-то ветки, я слышала, вот, есть какие-то способы, которые зафиксированы, да, то есть которые как-то называются и так далее. Мне кажется, что все это очень здорово, если это кому-то помогает, да, если это, если это реально помогает получить духовный опыт, да, но я, как бы, вот на сегодняшний день, я могу передать только свой опыт, да, я могу передать только свое сознание, поэтому и только то, что я сама попробовала, да, то есть вот это вот, это то, что я могу передать. Но сразу скажу, что у меня, когда я, ну вот, там реально углублялась в шаги, да, у меня были периоды, когда я прям обсессивно слушала, там, семинары Марка Эйдж и Дана Притца, и там очень много людей здесь в Америке есть, в которых глубочайшая, не все из них вот эти вот спикеры такие большие, которые глубочайший опыт, и мне прям вот это было очень-очень надо в первые несколько лет моего выздоровления ездила на разные, ой, сейчас боюсь ошибку сказать, конференции, да, здесь очень часто называют конференции просто встречи, да, на немных алкоголиков. Я была много раз на конференциях под титулом сообщества духа. Сообщество духа – это не какая-то подпольная организация, просто название конференции, в которой люди делятся своим опытом по прохождению шагов, и я там слышала совершенно фантастических спикеров, и в нашем штате тоже были фантастические спикеры, и я их всех знала, и это тоже все стало базой моего выздоровления. Их опыт, да, тоже стал базой, это для меня это было очень-очень важно. Вот, и поэтому, как бы, на сегодняшний день, да, то есть у меня есть девочки, с которыми я сижу на стуле в парке, встречаюсь, мы читаем большую книгу, у меня есть несколько людей, которые проходят по большой книге через те семинары, которые я записала в 2015 году. Я их не записывала для того, чтобы они получили свою собственную жизнь, я записывала для тех людей, которые отсутствовали на семинарах, чтобы они могли прослушать, но каким-то образом они, ну, вот как-то сложились, я не знаю, в прием подачи, так сказать, да, кому-то известный прием подачи, вот, и это просто мой опыт, да, прохождение через по шагам, это мой опыт того, что эти шаги для меня значат, и вот, как бы, я этим тоже пользуюсь, да, для кого-то они, кстати, у меня это существует только на русском, у меня нет такого на английском, то есть на английском это всегда будет какая-то версия, то есть, ну, есть какие-то записанные вещи, но нет так вот прям детально проработанных там этих упражнений и так далее. Вот, это по поводу способов подачи. Насколько важно для подопечных сразу начинать действие по 10-11 шагам? Мое личное мнение, что это немножко такое, какое-то, может быть, я не знаю, недопонимание вопроса, я не знаю, у нас есть шаги с 1 по 12, да, то есть, меня никогда не инструктировано начинать с 10-11, тем более, что там в 10 шаге нам, мне предлагается использовать те инструменты, которые, которым я обучился, там, скажем, там, с 4 по 9, да, то есть, я, честно говоря, не вижу, то есть, я не вижу, как это возможно сделать осознанно и без каких-то искажений, да, то есть, как новичок может начать делать 10-11 шаг, не зная о том, как мы анализируем обиду, не зная о том, как мы, какие у нас молитвы связаны со страхом, не зная, как размещать ущерб, да, то есть, ну, вот, я этого не понимаю. Вот, с другой стороны, да, с другой стороны, если я встречаюсь с человеком, который уже прошел через программу, они хотят новый опыт, и у них есть уже какая-то практика 10-11 шага, да, то есть, я думаю, что это 10-11, это то, как мы живем, да, это процесс, который происходит, делаем мы его осознанно, там, с ручкой на бумаге, либо мы его делаем просто по ходу, по движению в жизни, да, то есть, это процесс не останавливается, да, если это человек, который уже прошел по шагам. И также, да, когда я работаю с новыми людьми, я также понимаю, я понимаю, откуда исходит логика, да, вот этого предложения этих шагов, то есть, я понимаю, что если человек получает опыт через шаги, и основанием этого опыта является его способность прикоснуться к какой-то тишине и молитве внутри себя, то есть, исходить из вот этого места молитвы и медитации, это значительно более продуктивный способ прохождения по шагам, чем опираться исключительно на ум, да, и поэтому, когда я вот начинаю работать даже с новичками, или когда мы сидим вместе в парке, я им предлагаю вместе посидеть 5-10 минут, для новичка это 10 минут, это просто вообще смерть, 5 минут для кого-то смерть, вот, но это очень важно, да, просто попробовать посидеть и просто протестировать свою способность разрешать жизни быть такой, какая она есть, да, то есть, просто вот свою способность принимать те опыты, которые вот нам Бог постоянно предлагает, вот в эту секунду, в эту секунду, в эту секунду, то есть, я предлагаю это новичкам, я предлагаю это как 5 минут, я предлагаю это без насилия, я не предлагаю никакой конкретной практики, а я, безусловно, с новичкам всегда предлагаю помолиться, сразу, молиться в той форме, в которой им резонирует. То есть у меня никогда не было ни одной запомненной молитвы, кроме молитвы о духовном покое и Отче наш, который здесь закрывается очень много групп. И тот Отче наш я просто сначала повторяла неправильно, повторяла по слову. Потом как-то вот оно мне пришло в какой-то момент. Одна из строк, которые я всегда неправильно произносила, она у меня вдруг встала на место. У меня как бы моя жизнь с молитвой, мои отношения с молитвой, они всегда были персональные, личные формы вопросов. А можно не сопротивляться? А можно это разрешить этому быть? А можно? Вот это вот. И всегда, потому что вот этот вопрос, на него отвечает Бог тем, что он указывает мне на существование во мне ресурса. вот на этот запрос. У меня есть, можно не бороться, можно отступить. Вот это исключительно моя, то есть любыми словами, как бы я всегда, у меня девочки, некоторые вот прям входят в очень глубокие отношения с молитвой. Третьего шага и седьмого шага, да, и работают. И вот тот процесс, да, который вот, ну, у меня есть вот в этих семинарах, я его там тоже, вот работа с молитвами, есть какие-то молитвы, которые я предлагаю. Я их, кроме третьего и седьмого шага, я, кстати, не знаю их на русском тоже, но вот кроме третьего и седьмого шага, я, в принципе, у меня их нет запомнила, я их не запомнила, я их не знаю, но молитвы очень важны. Эти, которые нас трогают, они реально очищают наш путь, да, они дают возможность пройти по шагам и при этом руководствуются тем сознанием, которое не затуманено, да, вот нашими вот этими ментальными, ментальными нашими ограничениями. Вот, то есть вот это вот по вопросу 10-11 шага для новичков, ну, совсем я не вижу причину в этом. Третий вопрос, насколько важно звонить или писать спонсору ежедневно в одно и то же время, а в одно и то же время точно нет. Да, я вообще как бы считаюсь, наверное, таким самым лояльным спонсором для русскоговорящего выздоровления, то есть у меня, например, есть одна подспонсорная, которой я говорю серьезно, она считает, что это шутка, да, то есть я сказала, что ты сказала недавно там, что если бы я была твоим спонсором, да, то есть она моя подспонсорная уже много лет, да, то есть я бы как раз тебе предложила пропустить круг шагов, да, потому что они начинают круг шагов, потом он заканчивается, они начинают новую группу круг шагов, да, то есть вот просто вот как, чтобы получить новый духовный опыт, да, иногда нужно просто вырваться из вот этого привязки, да, То есть когда шаги становятся инструментом, за который я держусь, это как раз замечательная возможность для того, чтобы что-то отпустить, потому что это значит, что мое эго там уже как-то привязалось к этому, потому что мы делаем шаги не для того, чтобы их изучить и понимать и тащить за собой. То есть мы делаем шаги для того, чтобы получить духовный опыт с надеждой на то, что как сам процесс, он разрушится, что у нас не остается вот этой вот привязки к шагам. Поэтому да, то есть смотрите, новичков я прошу отчитываться, никогда не в какое-то конкретное время. Я сейчас у нас есть у всех замечательный вот этот вот, вот прям когда я это открыла, прям вот это вообще, вот меня прям все изменило, всю мою жизнь. Звуковые сообщения, да, в Телеграме или в WhatsApp, то есть если я им предлагаю, да, я им предлагаю оставлять сообщения для того, чтобы у них был просто способ, чтобы они сами себя дисциплинировали. И если они хотят, если им нужна какая-то обратная связь, да, сказать мне об этом, я всегда прослушаю эти сообщения, там, не знаю, ставлю цветочек или сердечко, в смысле я прослушала. Если есть конкретный запрос, я на него отвечу, да, в таком же формате. У меня было вот это вот подспонсорное свое время, которое я вот то же самое как бы дала вот это вот, тогда еще это были телефонные сообщения на телефон, да, и она мне вот звонила, и звонила, и звонила, и звонила, и год звонила. Потом уже пошел второй год, она мне звонила, она точно знала, сколько у меня секунд есть на моем ответчике. И она иногда переходила на второй, всегда очень извинялась, вот. И в какой-то момент, да, просто вот мы был, вот это самое, мы приняли решение, как бы, да, вот ты готова взять вот это вот, сделать вот этот шаг в веру, да, и перестать это делать, да, потому что это тоже стало какой-то такой формой зависимости, каким-то костылем, да, который она уже к тому времени совершенно он ей был не нужен. И, ну, вот по вот этому тоже, по этой динамике, она все больше и больше была благодарности, да, в ее отчетности. Вот, поэтому иногда, когда человек немножко срисляет на четвертом шаге, я могу попросить их отчитываться тоже в такой форме для того, чтобы себя дисциплинировать. Но вот ежедневно в одно и то же время точно нет. Нет, я не думаю, что это, я не думаю, что вот такое жесткое отношение к новичкам, которые просто чувствительны, да, вот мне можно было, когда я была новичком, мне можно было сказать просто вот там вот любое слово, и это полностью поглощало мое внимание, выбрасывало меня в мою нижайшую самооценку, да, и не давало на самом деле мне как бы возможности начать себе доверять, да, то есть вот это вот контроль. Вот этот, поэтому точно нет. Когда заканчивается спонсорство, да, четвертый шаг, после прохождения шагов у нас в седьмой главе, там замечательно написано, что ты, это я перевожу вольно, как бы ты и новый человек должны идти там рука об руку, там или рядом по пути духовного прогресса, да, то есть вот это вот говорит мне о том, что отношения зависимости, да, если они существовали изначально, то они должны в какой-то момент прекратиться, да, то есть мы идем просто как зависимости, это не значит, что не прекращаются отношения, да, у меня есть женщины, с которыми у нас отношения там 15 лет, 18 лет, 10 лет, очень долго, то есть я просто, у них нету такой постоянной драмы в их жизни, да, то есть они делятся, они звонят мне и мы их проговариваем какие-то вещи, которые нужны тогда, когда они им нужны, да, то есть, а кто-то проходит по шагам и исчезает, кто-то напоминает о себе, кто-то остается, да, это на самом деле это зависит, моя роль как спонсора это помочь, помочь человеку, да, женщине прийти в ощущение ее собственной поддержки, ее собственной, ее собственное ощущение Бога внутри и уметь на вот это полагаться, на этой операции и идти по жизни, идти через все вызовы жизни вот с такой основой, с таким, имея это своей основной опорой, да, вот это вот моя основная, другими словами, моя цель как спонсора это тебя сделать, тебя независимой от меня как можно быстрее, да, и зависимой от Бога, зависимой от той силы, в которой она осознала, в которой она будет расти, да, но есть рост, да, есть 10, 11, есть 12, и обычно пройдя по шагам очень часто, ну, человек заканчивает какие-то, какие-то возмещения ущерба, и я буду помогать с этим, потом они начнут работать с новичками, и у них будет очень много вопросов, связанных с этим, да, то есть я буду поддерживать на всех этапах, на которые будет запрос. И, кстати, вот по поводу вот этого тоже такого немножко жесткого вопроса ежедневно в одно и то же время, да, то есть у меня, я обычно дам столько своего ресурса, моего ресурса времени, моего внимания, сколько будет запросов, да, то есть вот у меня, мне очень важно, я всегда ориентируюсь на запросы, если как бы запрос есть, запроса нет, то если запроса нет, то нету с моей стороны, да, вот этого движения тоже. Что еще спонсор должен дать, кроме шагов, традиций и концепции, да, то есть спонсор может дать только то, что у него есть, и на что есть запрос, да, то есть у меня, я сама человек, то есть я много лет росла в шагах и ныряла глубже и глубже в шаги, и мне казалось, что это все, что было, все, что было необходимо, то есть я не видела необходимости в традициях, а сообщество в Америке, оно довольно-таки стабильное, и по причинам, которые я не понимаю, честно говоря, да, очень есть, то есть традиции работают в большинстве сообществ, да, если там работают и есть какие-то старожилы, на которых как бы держится, вот, держится цельность, направление, да, и вот те принципы единства, да, которые прописаны в нашем сообществе, поэтому я, честно говоря, не видела необходимости, у меня необходимость к традициям, она возникла в связи с тем, что мы здесь, в Соединенных Штатах, начали строить структуру обслуживания для русскоговорящих анонимных алкоголиков США и Канады, да, и у нас вот тогда появилась необходимость реально изучать традиции и изучать историю вокруг, то есть я, ну, как бы истории анонимных алкоголиков интересовалась давно, но вот эти вот, в какой-то момент я прямо осознала, что вся история анонимных алкоголиков, да, это вся история того, как сформировались наши традиции, и, ну, очень много читала, и вот даже Саша сделала почти что на целый год такой семинар по традициям, который очень-очень был нам полезен, вот, то есть традиции, традиции, да, я, честно говоря, один на день никогда не передавала традиции, то есть мы, ну, наверное, в силу того, сколько людей, сколько людей запрашивают, да, то есть, ну, нет такой возможности, я даже не знаю, как бы я это, честно говоря, делала. Вот, но есть, да, есть записанные семинары, и это то, что вот сейчас нам позволяет вот это вот новые способы общения, да, и общаться в Zoom, и давать какие-то записанные материалы и так далее, то есть мне кажется, это здорово, это очень полезно, и для меня это являлось огромным ресурсом, и для вот тех людей, с которыми я работаю тоже. По поводу концепции, мне самой нужен этот спонсор по служению, я сейчас сама выполняю в моей здесь американской группе роль представителя группы, и на уровне, и участвую на мероприятиях и районных, и региональных, и все это очень интересно, у нас очень интересно, хорошо идет, идет работа, да, на уровне структурных анонимных алкоголиков, я очень много этому учусь, и мне этот опыт очень-очень нужен, да, для того, чтобы я могла быть хорошим участником нашей русскоговорящей структуры, которую мы сейчас попытаемся построить, вот, но у меня нет такого знания, концепции, чтобы я могла их передавать. Там мне сама, я консультируюсь по вопросам, которые мне нужно, на которые мне нужно отвечать, как представитель группы, передует впереди идущими. Может ли быть несколько спонсоров одновременно или доверенных, и кого слушать, а, кого слушать, кого слушать, слушать себя. Да, то есть мне кажется, что для людей, для новичков точно это плохая идея, да, потому что если это больше, чем одного спонсора, то мы всегда будем слушать того, который меньше нам указывает на правду. Да, то есть мне кажется, что изначально это нужно выбрать человека и просто как бы с ним идти, и получить первый опыт, и первый опыт открывает нас к лучшей способности себя слушать, потому что я абсолютно уверена, что нету... Я знаю, что, ребята, немножко больше времени снимают, я уже заканчиваю последний вопрос, и все. Самый большой ресурс, который у нас есть, это когда мы... Вот это вот то, что нас привело на немные алкоголики, да, то есть другими словами, что-то в нас, что признало, что мы бессильны, и нам нужна помощь, это именно вот развитие ощущения, осознания вот этого голоса, да, и способность его слышать, узнавать, и на него полагаться, это самое главное, что у нас есть. И это появляется обычно уже после того, как мы прошли по шагам. Я не рекомендовала бы несколько спонсоров одновременно, я рекомендовала бы одного спонсора в одном сообществе, в одном сообществе изначально, то есть я знаю, что... И, кстати, по поводу других сообществ, уже не знаю, будут такие вопросы или нет, я... То есть я не знаю ни одной проблемы, которую не адресуют 12 шагов анонимных алкоголиков, да, то есть все проблемы, которые у нас есть, это проблемы духовной недостаточности, так сказать, да, переедание – это духовная недостаточность, созависимость, да, так называемая – это духовная недостаточность, курение – это духовная недостаточность, да, то есть везде, где у нас есть вот эта проблема. То есть мне никогда не приходилось, ну, у меня было какое-то любопытство в начале выздоровления, я была в других сообществах, но анонимные алкоголики дают мне ответы на все вопросы, которые у меня есть, даже если некоторые из моих проблем попадают в категорию, ну, какой-то более узкой спецификации другого сообщества. И можно ли по поводу увольнения, да, тоже быстро скажу, я отказываю в работе, ну, на сегодняшний день у меня нет ресурсов, я не могу принимать много новых людей, но у меня, другим словом, у меня очень узкие критерии, кому я помогаю, если ко мне подойдет женщина в парке, я буду с ней работать здесь, на берегу, да, и вот недавно, вот я сейчас взяла девочку из Калифорнии, потому что это близко мне по времени, это возможно, да, но у меня как бы из России мне сейчас стало невозможно по времени, потому как у меня занятость разложена работать, вот, то есть я как бы часто говорю нет, но у меня всегда есть женщины, которым я могу направить, которых я провела, у которых хороший опыт, которым я доверяю, которые всегда готовы помочь, вот. Увольнять под спонсорного, который есть. Мне вообще не очень нравится слово уволить, да, потому что я точно никому не платила денег, и мне никто точно не предлагал никаких услуг, да, то есть я не сравнивала бы эти отношения, да, с отношением работодателя, да, то есть я ни на кого не работаю, я на Бога работаю, я делюсь только тем сознанием, которое у меня есть, если ты этого хочешь, но когда мы начинаем работать вместе, да, у меня есть такой определенный факт, который я делаю с человеком, да, и я им предлагаю, что вот процесс спонсорства будет такой, да, вот я буду ожидать от тебя, что ты будешь идти по этому процессу с определенной скоростью, что ты будешь делать все эти вещи, ты будешь их приносить, мы их будем обсуждать, да, и если человек начинает как бы сильно проваливаться, я тебе помогу, но я не буду как бы за тобой бегать, я не буду тебя, у меня просто нет ресурса на это, я, честно говоря, я, если нет вот этого желания, да, вот этого импульса, вот духовного импульса, вот этого инстинкта, да, который вот желание цвести, да, вот если его нету, то все равно процесс будет пустой, он будет скорее информативный, да, то есть он наполнит человека какую-то информацию, он даст ему ощущение того, что он что-то получил, не обязательно получив при этом опыт, вот, и при этом как бы у него не произойдет этой трансформации, для этой трансформации абсолютно необходима милость, да, абсолютно необходима милость, а милость, она именно выражается вот в нашем желании, вот в этом, в желании что-то делать, поэтому я не буду тащить, но я не буду увольнять тоже, да, я всегда оставляю дверь открытой, даже для людей, которые там уходят и за, приходят, да, и так далее, да, то есть я всегда готова, если вот этот вот импульс появляется, да, если вот есть вот это вот прям вот такое вот такое желание идти по шагам, особенно такое желание, когда вот его можно сравнить с горящими волосами на голове, да, вот это вот, вот такие люди, да, вот обычно с ними легче все работать, процесс проходит совершенно вот прям легко, я даже не помню, да, и как, да, и они вдруг вот начинают присняться в сообщество и становятся яркими людьми, которые делятся ярким опытом, которые работают, спонсируют, отдают себя, и вот это вот самые любимые вещи. А я уволила по поводу уволить, если мы уже говорим по поводу слову уволить, я прекратила отношения с подспонсорными в двух случаях, когда просто отношения стали такого типа, когда от меня хотели чего-то другого, а не выздоровления, да, то есть это в обеих, в обоих случаях, и как бы я не хочу их диагностировать, но там были какие-то такие искажения, как бы, ну, типа личности, да, которые просто сделают человека настолько зависимым от меня, и интересом их работы по шагам было мое внимание, мое одобрение, и это просто как бы перешло в такую прям болезненную форму, да, когда я просто увидела, что я вообще не могу помочь этому человеку, у меня нету, то есть появилось очень много факторов, да, таких созависимых, которые просто делают меня невозможной кандидатурой, и вот у меня, ну, вот за всю мою практику было там два человека, с которыми я прекратила работать, и один человек, который, ну, я просто такие условия стала, когда мы перестали работать там, вот, но, в принципе, вот это все, и ответ на все ваши вопросы, я извиняюсь, что немножко заняла больше времени, если есть дополнительные, я это самое, я готова ответить. Да, большое тебе спасибо, Лена, за твой опыт, за твой спикерскую, я прочитаю короткое объявление, друзья, хочу напомнить вам о седьмой традиции, которая гласит, что в каждой группе, в каждой группе следует полосе опираться на собственные силы, отказываясь от помощи извне, мы просим вас пожертвовать по возможности для обеспечения расходов группы, седьмая традиция сейчас появится в чате, обратите внимание, что у нас есть возможность также перевести деньги на карточку Сбербанка и для PayPal, для жителей Европы и Соединенных Штатов, эти деньги идут на структуру обслуживания Всемирной ассамблеи анонимных алкоголиков, русскоязычная ассамблея анонимных алкоголиков, пожалуйста, реквизиты в нашем чате находятся. И, друзья, давайте перейдем к вопросам, тут тебя благодарят ребята. Друзья, хочу напомнить, что тема нашей сегодняшней спикерской встречи – спонсорство, да, поэтому в приоритете у нас вопросы, непосредственно касающиеся именно этой темы. Я попрошу у Лены, если она согласится, оставить свои контакты. Если да, то, возможно, к Лене можно будет обратиться уже по другим вопросам. Это в зависимости от того, согласится ли она оставить свой контакт. А мы начнем с вопросов, которые, как я уже сказал, непосредственно нашей основной темы. И вопрос от Эдуарда звучит так. После трехнедельного запоя за два месяца, что делать с спонсируемым? То есть, насколько я понимаю, что спонсируемого трехнедельный запой. Да, друзья, обратите внимание, Лена выложила свой контакт в нашем чате. Поэтому, да, пожалуйста. Да, то есть, что делать, имеется в виду, ну, как бы, я не знаю, какая была предыстория. То есть, был ли первый шаг до этого, были ли все шаги до этого. То есть, как бы, ну, немножко мне нужно пояснить. Это тоже, может быть, один из вопросов. Я тогда немножко, как бы, общий, может быть, отвечу. Потому что у меня часто очень спрашивают, да, если человек срывается. То есть, ты возвращаешь его к первому шагу, продолжаешь его на тех шагах, на которых он застрял или еще что-то. И, в принципе, по-разному. Но я не буду обязательно всегда выбрасывать человека назад в первый шаг, да, потому что у шагов есть определенная динамика. Если они писали, там, четвертый шаг и столкнулись с какой-то внутренней болью, с которой у них еще нет ресурсов, да, чтобы ее пережить, да, или еще что-то. Там не обязательно по прописыванию, да, иногда я просто предложу продолжать двигаться по шагам. А если есть какие-то конкретные вещи, которые я заметила, да, которые являются, скажем, пробелом там первого, второго или третьего шага, да, мы можем к этому вернуться, это проговорить один раз, когда мы сидим. Но я просто встречала очень много людей, которые прям считают, что это такое, такая своего форма наказания, когда их сбрасывают там, где они были в первый шаг, да, и начинают опять вот это вот чтение 50 страниц. Ну, реально у нас 50 страниц большой книги, посвященные первому шагу, да, то есть мне кажется, что это разрывает динамику, если, ну, вот прямо по-большому, по-крупному начинать сначала. Наверное, если прошло много времени, если опыт совсем был там, скажем, такой, ну, видно, что человек может не был способен быть совсем честным сам собой, то есть в каких-то случаях, да, и раньше я это делала регулярно. Сейчас я немножко на это смотрю. То есть вот у меня такой есть опыт, что если провести человек просто, вот дать ему возможность закончить инвентаризацию и сделать, просто начать возмещать ущерб, то вот это просто само по себе, оно очень часто является достаточной основой, чтобы они приобрели, по крайней мере, абстиненцию, да, у них, может быть, не будет глубокого выздоровления, но для абстиненции нужно не так много силы, да, и вот мне как раз вот это вот, мне всегда немножко больше резонирует прочувствовать, проговорить, да, то есть, безусловно, вернуться к тому, что произошло, да, почему человек срывается, это, безусловно, какой-то образец, наверное, их умственной одержимости, подтвердить основные принципы первого шага, да, то есть является ли он беспомощным, да, то есть находит ли, осознал ли он свое бессилие, бессилие, и осознать бессилие, вот я способна была какие-то вещи делать исключительно у меня в голове, да, то есть там мне сказали, я знаю, что там результат первого шага, это я должна признать свое бессилие, я тебе признаю все, что угодно, чтобы пойти дальше, но признать бессилие, это значит, что вот действительно на уровне опыта, и невозможность это изменить, и осознание тех страданий, которые это причиняет, да, просто прикоснуться к себе, к правде, к тому, что, как оно на самом деле есть. Да, я увидела здесь вопрос, как бы, про опросник, да, то есть у меня есть семинары, которые, в которые я говорила, которые я записала, ну, для других целей, но многие пользуются ими вместе с заданиями, которые ассоциируются с каждым вопросом, а может быть Саша сейчас их найдет и сбросит туда, если Саша не спит. Да, спасибо, Лена, я не ошибаюсь, если я не ошибаюсь, во время своей спикерской Саша давал нам ссылку на твои семинары в том числе, я найду их у себя и выложу в чат, также это будет вместе с записью этой спикерской, которую вы, друзья, тоже сможете услышать на нашем YouTube-канале «Наши голоса», да, мы выкладываем все наши спикерские из этого проекта, YouTube «Наши голоса», наши с двумя «А», на «Аши голоса». Вот, здесь вопрос есть от Андрея, я его немножко, скажем так, не перефразирую, дополню, вопрос идет о женском алкоголизме как таковом, и как ты относишься вообще вот о спонсировании противоположного пола? Был ли у тебя такой опыт, не было ли у тебя такого опыта, одобряешь ли ты такой опыт или нет, и как ты считаешь, отличается ли вообще заболевание женский алкоголизм от мужского и выздоровление женское от мужского? Спасибо. Да, спасибо большое, хороший вопрос, классный вопрос, на самом деле, то есть заболевание на уровне физическом и умственном, да, он не отличается, алкоголизм это алкоголизм, да, это использование субстанции для того, чтобы излечить свою внутреннюю рану, да, на самом деле, вот. С точки зрения того, что происходит в четвертом и пятом шаге, да, то есть те вещи, которые держат нас в боли, с женщинами это очень часто бывают какие-то травмы, это бывает обусловленность у женщин, безусловно, другая социальная обусловленность и так далее, то есть всегда есть вопросы, больше происходит как бы отождествление на уровне там женщина к женщине, мужчина к мужчине. У меня был опыт, я спонсировала одного молодого человека, который, просто потому что он там, мы тогда открывали группу в Нью-Джерси, я была, он не мог говорить ни на каком другом языке, и я была единственная человек, которая говорила на русском там, и он получил определенный опыт, а потом пошел пить, но я как бы, ну, вот, хорошо поняла тогда смысл того, что у нас говорят, и у нас это очень-очень жестко, мужчина с мужчинами, женщина с женщинами. Там начинает возникать динамика, которая начинает мешать в отношениях, и мне не кажется, что мужчина может понять определенные процессы, которые происходят с женщинами, да, то есть то, как мы ценности и опыты, и систему убеждений, да, и обусловленность, имеется в виду, как мы заварены просто, да, по системе с учетом, как бы, всех параметров, то есть мне кажется, что если женщина хочет быть честной, если она хочет получить более глубокий опыт, то я думаю, что ей нужно работать с другой женщиной. Если она хочет просто получить опыт прохождения по шагам, да, и при этом не обязательно быть очень честной, может быть, какие-то вещи там, то самое, вот, то есть тогда мужчина может быть, да. Но я как бы, я, ну, серьезно, у меня просто никогда даже не ставил вопрос, мне это всегда было понятно, то есть мужчина с мужчинами, женщина с женщинами, и не просто то, что кто-то так сказал, а потому что это, по-моему, причины очевидные, почему так лучше. Вот, я не работаю с мужчинами, у меня были случаи, когда, скажем, меня попросили, попросила семейная пара, нет, когда мужчина там попросил там меня и еще одного мужчину, да, прослушать там какие-то аспекты пятого шага, потому что им интересно, ему интересен был опыт женщины, да, то есть я с удовольствием как бы это сделала. Вот, то есть в каких-то случаях, когда это выполняет какую-то конкретную цель, и я доверяю, да, тому, что как бы это есть, то я могу это сделать, но я не буду работать с мужчинами, я их отправлю к Саше, в этом смысле мне очень легко, да, и он не будет работать с женщинами, он их отправит ко мне. Это просто, это фундаментально, да, то есть мне кажется, что когда мы выбираем человека другого пола для спонсорства, мы пытаемся чего-то избежать. То есть я точно знаю, что как женщина, когда я пришла в сообщество, я не доверяла другим женщинам, потому что у меня вообще весь мир был разделен на там две категории мужчины и женщины, и мужчины это были те, которых мне казалось, я знала, как манипулировать, а женщины это были моя конкуренция, да, то есть у меня не было близких отношений с женщинами, не было интимных отношений с женщинами, и пока у меня этого не будет, у меня не будет настоящее выздоровление, я не буду себя воспринимать как женщину. Я не начну, то есть я буду продолжать играть ту же игру, которая играла в свои болезни, поэтому для меня как бы все очень понятно здесь и однозначно. Спасибо большое, Лена. Друзья, обратите внимание, Саша, большое тебе спасибо, выложил ссылку на семинары Лены на Google Drive, на Яндекс.Диск, это в чате. Также в чате есть контакты, Лена своя оставила, и есть ссылка на записи спикерских из нашего цикла спонсорства, ссылка на наш канал, YouTube канал Наши Голоса, смотрите, вся эта информация есть в чате, если вы не успеете ее записать или не успеете этого, вы, конечно, можете обращаться ко мне в личку. Спасибо. Ну, скажем так, затягивает там с написанием четвертого шага, с девятыми шагами, может быть, там принятие решения третьего шага. То есть ставишь ли ты какие-то рамки, подгоняешь или ты, вот что ты делаешь в таких случаях? Спасибо за вопрос, да, то есть, ну вот я говорила уже об этом, я считаю, что по шагам нужно проходить быстро, то есть вот эти вот там, не знаю, 8, по-моему, в семинарах 8 сессий, это значит 8 недель, ну 9 недель, может быть, там, ну в крайнем случае 10 недель. Мне кажется, что это шаги, это такой интересный, такой наслаивающийся, так сказать, вот такой вот запуск ракеты в космос, да, такая как бы волна, которая имеет свою собственную динамику, которая поднимется, да, и действительно даст какое-то такое ощущение силы, если мы в ней, да. То есть если у нас, если у нас там внимание рассеялось и, да, куда-то ушло на что-то другое, если нет этого внутреннего желания, то она не поднимется, она, то есть я не смогу человека протащить по шагам. То есть если я почувствую, что человек зависает, а зависают все, вот, ну вот реально все, я, ну, практически не знаю людей, которые там самые-самые готовные, они все равно зависнут, потому что, ну вот это вот эго, которое мы пытаемся, да, вот подсветить, оно, оно будет больше всего сопротивление оказывать на вот эти, вот на этом шаге, да, потому что мы действительно просто смотрим на его динамику, вот так работает мое эго, мое эгоистичное сознание, вот, и я в такие моменты буду просить, чтобы люди отчитывались, да, просто как бы, чтобы они каждый день писали мне там, сегодня я написал столько-то, вот, я понимаю, что если там, сегодня я написал ничего, сегодня я написал ничего, да, то есть и то в результате, в результате вот это будет им помогать, да, вот это вот держаться ближе к этому процессу и завершить его в реальные сроки. Я скажу как бы честно, да, что у меня просто нету в последнее время, да, у меня как бы мало людей, которые зависают, да, то есть ко мне когда приходят, часто они приходят, я там уже, я уже сделал там первую, там вторую сессию, там, как бы я готов, да, то есть ну, так просто получается, но в принципе, да, если человек, вот, как бы, если это где-то замирает процесс, значит, это просто не то время, значит, у них не было достаточно желания, и это не их вина, да, потому что вот реально, вот мы здесь по милости только, да, вот если бы что-то внутри нас, вот, что мы даже, может быть, не осознаем, не привело нас сюда, да, не дало нам силы признаться, что мы бессильны, нам нужна помощь, да, и не воспользоваться этим процессом, мы бы здесь не были, и я это точно знаю, как бы у меня совершенно нет никаких сомнений по этому поводу. И вот тут вопрос Виталия из Санкт-Петербурга, который я возьму на себя, потому что он имеет отношение к тому, что я уже сейчас говорю, да, если поспорственно уходит до спонсора, прощаться с ним, удержать, или какое действие, да, то есть у нас, кстати, в седьмой главе это написано, да, то есть никогда не удерживать, никогда не не заставлять, да, то есть просто быть примером, быть доступным, оставить дверь открытую, поблагодарить за время, поблагодарить за тот опыт, который мы получили, потому что как самый минимум мы получили какой-то опыт, да, в передаче, вот, и и оставить дверь открытой, это для меня, с любовью, со страданием, с пониманием, с полным, с полным, как бы правом, которое остается за ними, принимать такого рода решения, да, идти по этому процессу или нет, и быть в готовности, да, если позволит нам время и так далее, да, поддержать, когда, если они вернутся, вернутся назад, да, то есть я бы никогда не стала, то есть вообще разрыв с порциональными отношениями, это на самом деле, это тоже тот же, там, бог либо все, либо ничто, да, то есть я никогда не знаю, о чем будут какие-то отношения с другим человеком, то есть либо они будут заключаться в том, что я их проведу полностью по, там, всем шагам, либо это будет, там, я не знаю, какое-то там зерно, которое где-то, может быть, потом, там, у них прозреет, да, и что-то будет, и я не знаю, о чем это для меня тоже, потому что это всегда двусторонняя улица, я всегда получаю какой-то опыт, даже не обязательно опыт спонсорства, а каждый человек, с которым я работаю, всегда мне отражает, всегда мне отсвечивает, да, какие-то вещи, которые я не видела в себе или которые мне нужно еще раз увидеть в селе, поэтому это всегда двусторонняя улица, это всегда о том, о чем бог хочет, чтобы это было, и это всегда, всегда благостно, и всегда для моего роста точно. Как это, вот это тоже, знаете, одна из вещей, которые иногда кажется, то есть, ну, наш мозг, да, он имеет такую тенденцию делать все черно-белым, да, и делать какие-то заключения о той роли, которая нам предлагается здесь в служении. Давайте как бы посмотрим, двенадцатый шаг говорит о том, что мы пробуем передать этот, да, опыт другим алкоголикам, то есть это не, у нас нет мандата провести их по шагам с первой до последней, да, у нас есть, мы пробуем, да, мы просто вот предлагаем свою помощь. А в какой форме эта помощь будет принята, в какой форме этот человек готов ее принять, и в какое время мы останемся вместе, да, у меня есть люди, с которыми мы вместе, там, 15 лет, 18 лет, идем вместе по этому процессу. А есть, у меня есть люди, которые, я не знаю, сколько людей прошло, там, которые, я прослушала их пятые шаги, там, они сделали, там, завершили возмещение ущерба, там, начали жить по этому пути 10, 11, 12, работать с другими, в какой-то момент они пропали, и, ну, вот, реально десятки, да, то есть, поэтому это все, это все хорошо, это все благостно, это все, это все то, как Бог это хочет. Значит, про сроки я предлагаю, вот Илья спросил, я обычно прошу, то есть, мы назначаем встречу раз в неделю, когда мы доходим до четвертого, то есть, это значит, что первый шаг, но первый шаг у нас тоже будет, там, две части, у нас есть физический, умственный, и также у нас есть духовный аспект, который, мне кажется, очень важно увидеть любому алкоголику, может быть, там, совсем-совсем сырой новичок, там, я меньше буду на этом фокусироваться, потому что им кажется, что у них просто жизнь обстоятельственно плоха, что, ну, просто вот так, так получилось, что мы пили, и все не так, а вот сейчас мы перестанем пить, и оно все будет хорошо. То есть, может быть, немножко нужно в трезвой, в абстиненции немножко легче увидеть вот этот вот духовный недуг, но, в принципе, да, это будет как бы неделя там на каждый шаг, когда мы дойдем до четвертого шага, я дам дополнительную неделю, я могу дать дополнительные две или три недели, если в этом есть необходимость, но при этом с отчетностью, да, все равно с какой-то отчетностью, и потом мы назначим пятый шаг. И, кстати, пятый шаг тоже никто не спросил, я скажу, то есть, потому что я тоже вижу разницу в том, как это часто делается в русскоборяющем сообществе, когда люди там дают, раздают пятый шаг, пятый шаг параллельно с написанием четвертого по кускам, да, то есть, меня не так научили, и я это так не делаю, да, то есть, я предпочитаю то, как написано в нашей книге, там мы садимся, и мы готовы на длинный разговор. И когда человек уже полностью прописал свои обиды, прописал свои страхи, прописал harm, да, ущерб другим и написал свой сексуальный идеал, да, вот это вот четыре элемента четвертого шага, мы тогда назначаем время, и это будет, там, не знаю, полдня или там сколько нам нужно, то есть, мы можем это разбить на какие-то дни, да, тем более, что вот, ну, вот у меня там, у вас вечер, у меня ночь, да, то есть, у нас как бы там больше трех часов и не может быть, в принципе, утром или вечером, но это будет после того, как четвертый шаг будет полностью закончен. Вот, все. Спасибо, Лена, если у тебя есть еще задержаться несколько минут, у нас есть один вопрос, есть во время еще на один вопрос, даже на, вернее, два вопроса тут поступило, один мне в личку, я все-таки совмещу, интересует все-таки тема, интересует тема десятого и одиннадцатого шага в самом начале выздоровления, да, и то, как мы это даем или не даем под спонсорным. Ну, я знаю, что многие спонсоры, в том числе и в моей спонсорской линии, мы даем, рекомендуем рекомендации по спонсорному изначально делать вот те действия, которые ты упомянула, во-первых, со звон, пусть даже не регулярно в одно и то же время, но тем не менее, звонить или звонить в тот момент, когда человек чувствует, что вот его кроет там или вот находится на грани срыва, да, чтобы обязательно позвонил спонсору, естественно, там отчета проделанных в каких-то действиях, ну и действия по начать устанавливать, приобретать некий опыт в плане там молитвы, да, может быть, какой-то медитации. Конечно, я знаю, что это отличается еще от того, что написано у нас в большой книге, да, естественно, что человек, когда доходит по тексту до одиннадцатого шага, он имеет уже определенный духовный опыт и, скажем так, практика десятого и одиннадцатого шага, она отличается от первых дней, да, мы называем это десятый и одиннадцатый шаг, на самом деле это по сути еще не является таковыми, но это являются уже некие начальные базовые действия, которые люди начинают практиковать с самых первых дней выздоровления. То есть ты считаешь это лишними, ты этого не даешь вообще или ты просто не называешь это десятым и одиннадцатым шагом, да, в том числе, опять же, я имею в виду практику молитвы, медитации, вот звонить в каких-то там случаях, что, ну, вот кроет, колбасит, как говорится, да, вот такой вопрос. Смотри, у меня нет ничего против того, ну, у меня нет ничего против этого, это просто я, мне никто никогда не давал десятый до первого, да, или одиннадцатый, и, ну, как я уже сказала, то есть десятый шаг, там есть такая, там есть там реактивная часть и проактивная часть, так сказать, да, реактивная часть, это когда мы должны наблюдать там резент, ну, там обиды, да, которые мы, если я новый человек, я не знаю, что такое обида, да, то есть страх, да, то есть он меня просит, да, чтобы я возмущала ущерб, он меня также просит девятый, десятый шаг, чтобы я работала с другим с кем-то сразу, да, То есть там есть какие-то вещи, которые настолько перечисляют контекст того, что мы прошли в предыдущих шагах, начиная с четвертого по девятый. Я не знаю, как новичок, насколько у него есть ресурсы, понимание. Это будет какая-то искаженная версия, если давать десятый шаг новичку. То есть он не может это понять. На самом деле, это такая директива. Десятый шаг, он описывает движение сознания, которое уже пробудилось в результате тех шагов. Поэтому я, безусловно, бы не стала это так называть. Но, с другой стороны, я сказала, что самым эффективным способом пройти по шагам – это способ, когда есть какая-то основа молитвы и медитации у нового человека для того, чтобы нас информировала не только голова, для того, чтобы информировала что-то большее. И вот это я даю. Я прошу, чтобы они сидели пять минут, если могут. То есть пять минут минимум. И если сидится, то сиди дольше. И работа с молитвой обязательно. То есть есть в любой форме. Есть книжки. Я во многих случаях предложу им читать какие-то книги. Здесь в Америке есть очень много книг, ежедневников таких. Ну, не только наш этот самый ежедневник. Два-четыре часа, да. То есть, а также есть разные. Ну, есть несколько книг, которые, скажем, я их читала с утра. Просто такая литература, которая наполняет что-то другое. И как бы я предложу вот это, да. Я предложу какую-то медитацию, может быть, с голосом, да. Если, ну, я чувствую, как человек расположен, да. Какие у него там какие-то действия. Потому что иногда сидеть очень-очень тяжело. Даже пять минут одному или музыку какую-то. Но я точно не назову это 10-11 шаг. Потому что 10-11 шаг – это дисциплина человека, который пробудился. То есть это… То есть я бы не стала легко относиться вот так к 10-11 шагу, чтобы давать это человеку, у которого нет никаких инструментов для того, чтобы ему следовать. То есть мне кажется, что 10-11 шаг – это ответственность в определенном роде, да. Человека, который… Это та основа, да, в которой мы продолжаем жить. Мы понимаем, как пользоваться этими инструментами. И это дает нам ту основу, из которой мы можем служить. Да. Вот этот вот 12 шаг. Ну, вот это суть, наверное, да. Вот путь анонимных алкоголиков – это путь служения. Да. То есть это основной наш инструмент. Мы вообще делаем шаги для того, чтобы привести себя в готовность это делать. И рост, основной рост происходит именно в служении. Вот это вот мой опыт. Не в самом прохождении по шагам. Да. Шаги – они просто нам дают какие-то инструменты. Вот. При этом я… Виталий, я никогда не буду спорить с тем, что работает для кого-то другого. То есть вот в этом абсолютно не буду спорить. Это если это так называть жестко или… То есть если для кого-то это работает – здорово. Это на самом деле не так важно. Ты знаешь, вот эта вообще структура, она нас… И то, как мы называем какие-то вещи – это не очень важно. Важно то, что… Откуда мы исходим. Важно то, что мы передаем им опыт, который им нужен, да, для того, чтобы сначала освободиться от алкоголизма, а потом уже расти там в самоосознании, расти в самооценке, расти как спонсору, расти как человеку в духовном пути и так далее. Вот. Поэтому я, честно говоря, не думаю, что это прям вот критически вот такой важный. И что есть правильно, неправильно. Нет, вообще нет ничего неправильного. То есть я даже скажу за те моменты, когда мы делаем какие-то вещи, которые потом… Может быть, это было не очень. Они всегда для чего-то нужны. Знаешь, вот Бог присутствует даже в наших ошибках, то, что нам кажется ошибками, с такой же полнотой и, может быть, даже еще с большим каким-то значением, которое потом кому-то открывается и дает тот опыт, который нужен. Поэтому, ну вот, я бы не стала к этому жестко относиться. Для меня это просто не очень важно. Да, Лена, огромное тебе спасибо. Тут большое количество благодарностей тебе за твою спикерскую, твой опыт. Друзья, я напоминаю, те вопросы, которые хотели задать, которые не относятся к теме нашей сегодняшней спикерской, вы сможете задать Лене в личном, лично вопрос, да, она оставила свои контакты. У нас также в чате есть ссылка на семинары Лены, есть ссылка на седьмую традицию, и на карту Сбербанка, и на PayPal, и на Paybox в Израиле. Да, наше собрание подошло к концу. Я хочу сделать объявление на следующую неделю. Друзья, на следующую неделю у нас состоится следующее воскресенье очередное, очередная спикерская из нашего цикла спонсорства. Это будет праздничное собрание, как бы приуроченное к очередному, к очередной годовщине анонимных алкоголиков, которая будет за пару дней до этого, до 10 июня. А уже в воскресенье у нас будет очередная спикерская, наш приглашенный спикер Григорий Т. Друзья, так что добро пожаловать, приходите на следующую неделю. В следующей неделе будет интересно, как всегда. И давайте я закрою наше собрание. Спасибо, что предоставили мне возможность провести эту встречу. Если я кого-то обидел, прошу вас прощения. Хочу напомнить вам, что мнение высказанное на встрече – это личное мнение, опыт каждого, а не мнение, а в целом. История, услышанная вами, была рассказывана в доверении. Уносите, пожалуйста, за пределы этого собрания.